Уважаемые присяжные, на настоящий момент до сих пор проводятся рандомизированные исследования, которые бы сравнивали радикальную цистектомию с мультимодальной терапией. До сих пор имеются данные о том, что уже есть сопоставимые результаты у цистектомии и у тримодальной терапии, однако не все так просто. В моем клиническом случае женщина 61 года в декабре 2021 года был выявлен эпизод макрогематурии. Было выполнено УЗИ и в области устья левого мочеточника было выявлено единичное образование размерами до 1,7 см. Чешно-лоханчивая система левой почки была расширена. По данным МРТ подтвердилось то же самое единичное образование, которое компримирует устья левого мочеточника. Данных за вторичные изменения получено не было. Ввиду пиелоэктазии слева была выполнена нефростемия. Далее был выполнен радикальный тур мочевого пузыря, по данным которого была выявлена уртелиальная карцинома Т2А. С пациенткой были обсуждены возможные варианты лечения. От выполнения радикальной цистектомии она отказалась, было подписано согласие, точнее отказ от предложенного лечения. И далее было принято решение о начале выполнения трехмодальной терапии. А именно, был начат курс неодеватной химиотерапии по схеме CG. Среди осложнений после первого цикла тошнота первой степени, после второго цикла нейтропения второй степени и после третьего цикла тошнота второй степени. Далее, как конкурирующий метод лечения, был выполнен курс дистанционной лучевой терапии на область мочевого пузыря и региональных лимфоузлов суммарной дозой 66 грей. Лечение перенесло удовлетворительно. По данным контрольного МРТ описывалось состояние после тур опухоли мочевого пузыря. Данных за наличие опухоли в просвете пузыря получено не было. КТ-признаков отдаленных метастазов не выявлено. Однако, также в мае 2022 года была выполнена очередная тур, где выявлялись уже микрофокусы карциномы с явлением лечебного патоморфоза в слизистой оболочке. По данным контрольной цископии от августа 2022 года данных за опухолевый процесс получено не было. В ноябре 2022 года при очередном контрольном исследовании определялась двухсторонняя нейротерапия локальктезии. Также у пациентки отмечались эпизоды обострения хронического пилонефрида. В декабре 2022 года был выполнен тур бочевого пузыря по поводу выраженной уротерапии локальктезии справа, гиперазотемии, была установлена нефростома справа. У пациентки имелись клинические проявления микроцистиса, рубцовой деформации нижней трети обоих мочеточников. С учетом высокого риска прогрессирования основного заболевания, опасности инфекционно-воспалительных осложнений, прогрессии ХБП, в январе 2023 года была выполнена радикальная цистектомия с кишечной пластикой мочевого пузыря по брикеру. Гистологически пришел результат хронического цистита с действиогенераторными изменениями. Данных за опухолевый процесс получено не было. Хирургический край был отрицательный. Лимфатические узлы без опухолевого поражения. По данным контрольного исследования КТ и МРТ данных за рецидив получено не было. Был выставлен окончательный диагноз после всей совокупности всего лечения. И также стоит отметить, что действительно тримодальная терапия является замечательной опцией для пациентов, которые подходят к выполнению данной терапии. Однако есть возможные серьезные функциональные последствия данного метода. Надо учитывать объем опухоли, ее агрессивность, возраст пациента, сопутствующие заболевания. Применение данной терапии должно строго соответствовать показаниям и осуществляться в специализированных центрах. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Глубоко уважаемые присяжные, есть ли у вас вопросы к Арсену Семеновичу? Да, пожалуйста. Уважаемый Арсен Семенович, хотел уточнить, что вы вкладываете в понятие радикальный тур? Радикальный тур был... Я имел в виду, что был выполнен тур с взятием мышечной оболочки, а также до параведикальной клетчатки. Удовлетворены ответом? Видимо, имеется в виду, что макроскопических признаков опухоли в мочевом пузыре не наблюдалось. Есть ли еще уточняющие вопросы? Если позволите, у меня вопрос к адвокату. Скажите, пожалуйста, Максим Петрович, вот вы... С вами суд разговаривает, да. Лучше встать. Так вот, скажите, пожалуйста, Максим Петрович, вот вы проделали колоссальную работу, просмотрели большое количество литературы в отношении тримодальной и тетрамодальной терапии. Скажите, пожалуйста, вы после проделанной вами работы, как большой и опытный хирург, будете реже выполнять цистектомии? Будете ли вы чаще направлять больных на тримодальную терапию? Поскольку я все свое время уже вычерпал, и даже ваше еще взял, я отвечу так. Только персонифицированный подход может решить вот тот вопрос, который вы сейчас поставили передо мной. Но буду ли лично я из-за того, что вы не дали мне представить и защитить моего подопечного в полном объеме, теперь применять именно эти методы чаще? Я просто хотела обратиться к уважаемым присяжным заседателям. О каком уровне защиты может идти речь, если адвокат даже себя не мог переубедить, направлять этих больных, направлять на тримодальную терапию чаще? Это провокация? Поэтому вот в подтверждении высокой эффективности органа сохраняющего лечения и в противовес обвинителю онкоурологическому сегодняшнему, я все-таки скажу, что последнее и очень прошу уважаемого Петра Владиславовича подтвердить мои слова небольшим комментарием, что если четко выделять пациентов, которым может быть проведено органо-сохраняющее лечение, мы договорились, это размеры опухоли до 5, даже в некоторых исследованиях до 7 сантиметров, отсутствие гидронефроза и, в частности, для патоморфологического исследования, очень важно, отсутствие карцинома ин-ситу. Вот в этой ситуации удается достигнуть эффективности тримодальной терапии, не уступающей, а в последнем исследовании, включившем более полутора тысяч пациентов, превышающей по опухоль специфической выживаемости радикальной цистэктомии, более того, Гэг Саркисович, в этом же исследовании было продемонстрировано, что у 82 пациентов, которым выполнили спасительную цистэктомию, это не привело к улучшению показателей выживаемости. Сравнивали с той группой, которым в этой ситуации провели лекарственную терапию. Поэтому всех этих осложнений, наверное, можно было бы избежать, если бы мы назначали больному сейчас, на сегодняшний день, высокоэффективную лекарственную терапию. И у меня большая просьба Петра Владиславовича прокомментировать высокую эффективность тримодальной терапии. Спасибо большое за такую жаркую дискуссию в отношении органозберегающего лечения мышечно-инвазивного рака мчелопузыря. Действительно, это сложная проблема, постоянная дискуссия. Я абсолютно разделяю те цифры и ту доказательную базу, которую вы только что озвучили, и четкой селекции пациентов с небольших размеров опухоль, но уже было много об этом сказано, действительно позволяет добиться в том числе локального контроля, пятилетнего локального контроля до 90% у пациентов. В разрезе животрепещущей дискуссии мы говорили также о спасительной цистэктомии. И опять-таки своими же данными, данными онкоцентра Блохина, была в 2016 году защищена диссертация, кандидатская диссертация под руководством Марии Игоревны Волковой, которая сравнивала последствия, переносимость спасительной цистэктомии с радикальной цистэктомией и не получили достоверных различий в осложнениях, возможно, интероперационных, послеоперационных. Но в то же самое время мы должны быть честными и перед собой, и перед пациентом. И хочу сказать о том, что альтернативный вариант органосберегающего лечения тоже обладает определенной сложностью токсичности и сложный метод, и сложной переносимостью. И пациенты, которые отказываются от радикального хирургического лечения, должны прекрасно понимать, что их ожидает на ближайшие два месяца при проведении химио-лучевой терапии. Это сложное лечение с явлением острой токсичности, но которое в последующем курирует. И те цифры токсичности 3-4 степени я, честно говоря, тоже не встречал в литературных данных. Те исследования, которые уже были сказаны в контексте гиперфракционной лучевой терапии, 30-40% фигурируют элемент токсичности на второй степени. Небольшой комментарий, чтобы не вводить в заблуждение молодых коллег, на комментарии к исследованию, представленному адвокатам, по гиперфракционированию. Это не меньшая доза. Там сравнивалось два режима фракционирования. Классического фракционирования на опухоль 66 Грей и другой режим гиперфракционирования, который подразумевал увеличение разовой дозы 2,75 до 55. Да, номинальной дозы меньше, но радиобиологически эта доза выше. И она составляет где-то порядка 70 изогрей. И в этом исследовании ученые увидели некую тенденцию даже к улучшению локального контроля в этой группе гиперфракционирования, что и связывает с синтезификацией лечения и большей дозой. Поэтому я придерживаюсь позиций наших североамериканских коллег, которые в своих рекомендациях в НССН рассматривают опцию, толерантно относятся к опции органосберегающего лечения. И если пациенту четко, есть четкая селекция критерия отбора, и пациент рассматривает альтернативные органосберегающие методы лечения, надо их рассматривать с последующим вопросом уже в случае необходимости хирургического подхода. Ну и позвольте, Мария Владимировна, перед вашим вынесением высокоочтимого вердикта все-таки Петру Владиславовичу последний вопрос задать. Вы пациента конкретно на органосберегающую лечения, на лучевую терапию, возьмете ли вы пациента, который не пригоден для цисплотина, чтобы все заблуждения уже совсем расставить все точки над «и»? Если пациент в случае, если я правильно понял вопрос, если пациент самостоятельно отказывается от радикальной цистектомии, выполнена трансуретеральная резекция, пациент весь ваш. Просто многоуважаемый обвинитель нам сегодня пытался объяснить, что если пациент не подходит для цисплотина, он не подходит и для последующей лучевой терапии. Вот мне хотелось бы, чтобы вы это прокомментировали. В разрезе доказательной медицины и на АСКО в прошлом году были продемонстрированы альтернативные режимы химио-лучевой терапии, радиосенсибилизаторы, которые демонстрируют, в частности, гемцитабин, которые демонстрируют неплохие результаты. Поэтому я бы не был однозначен и не отказывал бы ему в трехмодальной терапии данного пациента. Спасибо большое. Переходим к заключительному слову. Прошу включить мою презентацию и прошу обвинителей и адвоката подойти к микрофону. Тем не менее, я хочу перед тем, как вынести окончательное решение, напомнить о том, что в рамках оказания онкологической помощи мы руководствуемся приказом 116М по регионализации медицинской помощи взрослому населению. И первый вопрос, который у меня есть. Территориально где могут получить лечение ваши пациенты? Гайк Саркисович, ваш пациент где будет получать лечение? По месту прописки. В каких случаях вы пациента направите в следующие вышестоящие учреждения? Только в тех случаях, когда мы будем понимать, что мы не можем ему предложить то, что ему будет показано. В каких случаях вы не можете выполнить цистектомию у себя, а будете направлять в вышестоящие учреждения? Таких случаев нет. Благодарю за ответ. Максим Петрович, вопрос к вам. Территориально где могут получить лечение ваши пациенты? Я прошу прощения, я работаю в федеральном институте. Территориально где могут получить лечение ваши пациенты? Только в федеральном учреждении? Ваша честь, вопрос считаю не совсем корректным, не требует пояснения. Уточните, что вам не ясно? Непосредственно сам вопрос. Орган, сохраняющий лечение, где могут получить пациенты лечение? Орган, сохраняющий лечение? Назовите так. Если вы вообще хотите мое мнение, то я вам так могу сказать, только на базе центров, например, как наш федеральный центр, где возможны как раз вот эти мультимодальные подходы. В рамках онкодиспансеров, на мой взгляд, такое лечение пациентов получить не могут. Благодарю за ваше мнение. И, собственно, в отношении разъяснений к данному приказу, показания для направления федеральный центр – это нетипичное или осложненное течение заболевания, отсутствие эффекта от лечения, высокий риск хирургического лечения при наличии коморбидных заболеваний. Что из этого подходит под варианты органсохраняющего лечения? Ну, всё или ничего? Вот такой ответ. Может быть? Может быть. Принимается за неимением времени. Второй вопрос. Не могли бы вы каждый по очереди уточнить, какие пациенты подходят под ваше лечение? Тезисно, коротко. Пациент на цистектомию 1, 2, 3 и пациент на органсохраняющий лечение 1, 2, 3. Пациент на цистектомию – инвазивный рак мочевого пузыря, мышечно-инвазивный, либо быстро не мышечно-инвазивный, но крайне высокого риска. Ответ принимается. Максим Петрович, вы какого пациента возьмёте на органсохраняющие лечение? Я буду думать в пользу этого лечения. У пациента возрастной группы старше 65 лет с клинической стадии Т2, с размером опухоли до 5 см, с отсутствием карцинома инсита сопутствующей, с отсутствием гидронефроза и, самое главное, с расположением опухоли вдали от шейки и от треугольника ЛИТО, от переходной складки, назовём это так. Благодарю за ваши ответы. Можете присаживаться. Вопросов к вам больше не имею. Итак, это уже было озвучено, но при подготовке к данному судебному заседанию я погрузилась несколько глубже, какая действующая клиническая практика в отношении любых методов лечения, в том числе в отношении рака мочевого пузыря, и просмотрела исследования 2018-2017 года. И в целом хочу отметить, что сейчас появляется больше исследований, которые связаны именно с влиянием реальной клинической практики на то, что мы делаем с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря. Интересное направление – это анализ вмешивающихся факторов на эффективность того лечения, которое проводится. И в частности, исследование 2018 года включено более 30 тысяч случаев мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря, которое было подвергнуто лечению в нескольких клиниках в Соединенных Штатах Америки. Что интересно, здесь анализировалось расстояние до той помощи, которую пациент может получить. Здесь анализ представлен в виде миль. Я пересчитала, 1 миль равна 1,6 километра. Так вот, если расстояние до центра у пациента составляет порядка 20 километров, то статистически значимого влияния на показатели выживаемости у этого пациента нет. Все, что больше 20 километров, а тем более 50 миль – это почти 80 километров до расстояния, до того лечебного учреждения, где пациент будет проходить лечение, к сожалению, негативно влияет на продолжительность общей выживаемости у этих больных, что, собственно, нашло отражение на графике, который представлен по показателям выживаемости. Кроме того, еще один вмешивающийся фактор – это место, где пациент получает лечение, а именно это только клинический госпиталь или это клинически-научно-практическое учреждение, поскольку в академических учреждениях вероятность получения комбинированного лечения тримодального подхода, тетрамодального подхода, вероятность его намного выше, что также нашло отражение в многофакторном анализе. Кроме того, в отношении выполнения радикальной цистектомии влияет хирургическая активность того центра, куда направляется пациент или где выполняется цистектомия. Мы знаем, что по клиническим рекомендациям Европейской ассоциации урологов все-таки рекомендуется выполнять радикальную цистектомию, где хирургическая активность составляет 20 и более цистектомий в год, которая также негативно влияет, то есть объем активности может влиять на качество хирургического лечения и в том числе оказывать незначительное влияние на показательную выживаемость. В том числе при подготовке я проанализировала данные из ведущего онкоурологического журнала нашей страны, это журнал «Онкоурология», и ввела ключевые слова по рак мочевого пузыря и цистектомии. Всего найдено 783 результата, из них за последние 5 лет написано порядка 43 статей. При этом разбивка следующая, то есть ведущую долю в этих публикациях занимает Москва, другие города России занимаются проведением радикальной цистектомии, в том числе производятся такие операции в странах СНГ и в Санкт-Петербурге. В отношении поиска по ключевым словам рак мочевого пузыря и лучевая терапия всего найдено 16 публикаций, из них за последние 5 лет одна публикация, что с одной стороны характеризует недооцененность и недоисследование данного направления. Таким образом, руководствуясь пленумом Верховного суда Российской Федерации, что требуется соблюдение норм процессуального права, что все доказательства должны быть представлены полностью со всех сторон, я рекомендую данное заседание вернуть на доследование. Браво, Мария Владимировна! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова